У меня такой вопрос. Как научиться отвечать «нет», когда знаешь, что если, например, сказать «да», это неблагоприятно повлияет на тебя? Отправь «нет» в WhatsApp. Потому что со мной часто случается так, что я хочу ответить «нет», но думая о том, что почувствует другой человек, я часто говорю «да». Как избежать этого? Я знаю, в каком контексте ты говоришь. Нет-нет, я не это имел в виду. Я не это имел в виду. Я хочу сказать, что в жизни происходят разные мелочи, но я всегда призываю людей отвечать «да» и «да» на все. Если я спрашиваю «да» или «нет», те, кто со мной всегда говорят «садгуру», ответ всегда «да». Что нужно сделать? Так что для того, чтобы вы сказали абсолютное «да» всему, важно создать атмосферу честности и доверия. Если вы создаете атмосферу абсолютной честности и доверия, все мы можем сказать абсолютное «да». Когда мы знаем, что никто не будет злоупотреблять нашим «да», мы все можем сказать 100% «да» на все. Не так ли? Вот к чему мы должны стремиться, если это невозможно во всем мире. По крайней мере, мы должны создать небольшие круги людей, где мы можем говорить «да», и это не вызовет проблем. Никто не злоупотребит ответом «да». Это очень важно. Очень важно для здорового развития каждой жизни вам нужно хотя бы небольшой кокон жизни вокруг вас, где вы можете быть абсолютным «да», без страха. Вам нужно создать такую атмосферу. Если вы не создадите этого, вы всегда будете жить в страхе. Быть эксплуатируемым — это одно. Но жить в страхе эксплуатации на самом деле приносит больше ущерба, чем сама эксплуатация. Так что сегодня мы создаем мир, в котором на это есть некоторые причины. Я не пытаюсь жить в каком-то утопическом мире. Я знаю, каков мир. Но я говорю, что вы должны создать свой маленький мир, где вы можете говорить «да» без каких-либо последствий. Это важно. Если мы не сделаем этого, то всегда будем жить в стенах. Нет, это стена. Не так ли? В Индии. Никто никогда не скажет «просто нет». Они скажут «нет-нет-нет-нет-нет-нет». Видели такое? Нигде больше такого не происходит. Только в Индии. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет». Они думают, что «одного нет» недостаточно. Нет, это стена. Да, это дверной проем. Не так ли? Если вы откроете дверь, то может войти и дьявол, и божественное. Если вы закрываете дверь из-за страха, что может войти дьявол, вы также закрываете дверь и для божественного. Это будет печальная жизнь. Да или нет? Вы закрыли дверь не только для негативного. Вы закрыли дверь ко всему просто потому, что негативное однажды вошло через вашу дверь. Не делайте этого с собой. Вы живете здесь, и, конечно, в жизни существуют опасности. Но если вы закроете все возможности для жизни из-за ее опасностей, жизнь станет нелепой и печальной. Стены, которые вы построили для самосохранения, также являются и стенами самозаточения. Если сегодня вы построите стену, чтобы защитить себя, то через некоторое время она станет вашей тюрьмой. Не так ли? Так что нет, 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 нет. Вы строите вокруг себя стену. Могу ли я отвечать «да всем подряд»? Нет, это невозможно. Мы все еще не создали такой мир. Это пока еще недосякаемо. Вот почему вам нужно создать хотя бы маленький мир, в котором вы можете говорить «да» без последствий. Это очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok